Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре универсал Lada Vesta. На видео автомобиль в комплектации Comfort 24 с бензиновым мотором объемом 1,8 литра, с передним приводом и с вариатором. Цвет автомобиля белый. Диски стальные, 15-дюймовые, с шинами размерностью 185 на 65. Задние тормоза дисковые. Задний парктроник и камера заднего вида не предусмотрены. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала и ручки дверей выполнены из черного пластика. Брелок ключа с тремя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо с кнопками и с отделкой из пластика. Обивка сидений тканевая. Водительское кресло без механической регулировки по высоте. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен аналоговой панелью приборов с многофункциональным дисплеем посередине. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 178 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники без доводчиков. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки справа на руле отвечают за управление бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. Штатная мультимедийная система не предусмотрена. В автомобиле установлен кондиционер. Центральный переключатель отвечает за регулировку интенсивности обдува. Правый переключатель отвечает за регулировку температуры. Левый переключатель отвечает за выбор направления обдува. Рычаг переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек без макияжного зеркала. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. В потолке предусмотрена кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек без макияжного зеркала. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен двумя подголовниками. Центральный подлокотник не предусмотрен. В центральном тоннеле предусмотрен подстаканник. В основании передней панели предусмотрена розетка на 12 вольт и USB-разъем. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач в вариатор. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. В потолке предусмотрен плафон освещения. Салон от багажника отделен шторкой. Сиденье второго ряда без центрального подлокотника. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского кресла. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 480 литров. В оснащении багажника предусмотрен сетчатый карман, крючки для крепления сумок, освещение и розетка на 12 вольт. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. В правой боковине предусмотрена закрывающаяся ниша. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть зафиксатор. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 825 литров. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот. На данном автомобиле дилерам дополнительно установлены пневмоупоры. В заводском исполнении капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,8 литра, с отдачей 122 лошадиные силы. Мы с вами осмотрели универсал LADA Vesta в комплектации Comfort 24. С бензиновым мотором объемом 1,8 литра, с передним приводом и с вариатором. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр LADA TECHN.COM. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...